Всем коллекционерам канал ИП и Андрей посвящается этот ролик про машинки, в данном случае достаточно редкая, как я понял, модель, со Сталином, с фигуркой Сталина. У нас выпущены, получается, ЗИЛ-115, получается 110-й ЗИС, это был, получается, гражданский автомобиль, ЗИС-115, это уже бронированный лимузин Сталин. Отличительная черта, как можно было внешне отличить эту модель от обычного автомобиля, он отличался не мигалками-сиренами, только центральной фарой. Это была отличительная черта этого автомобиля. Ну, а вся, конечно, прелесть это в бронированных стеклах, дверях, то есть модель сама по себе тяжелая была, вот. Ну, вот эта модель выполнена, получается, это китайская фирма делала. Модель очень высокой детализации, высокого уровня проработки каждого элемента. Вот, салон, получается, все эти деревянные панели, бакелитовые, получается, все проработано. Вот, фигурка выполнена из тяжелого металла, вот, покупается отдельно, ну, очень хорошо дополняет эту модель. То есть, теперь уже полный комплект, уже можно даже не говорить, кому она принадлежала, сразу все видно. Ориентировочная стоимость на данный момент, вот, получается, сейчас где-то в районе 35-40 тысяч тенге. Но сейчас, к сожалению, выпуска этой модели нету, вот, это можно купить либо на аукционах, либо из частной коллекции. Кто не в курсе, по курсу скажу, это больше 100 долларов. А тираж этой модели? Она неограниченным тиражом шла, поэтому тираж, ну, производитель не пишет. Мы не знаем, сколько выпущено этих автомобилей. Китай, да? Нет. А следующая модель, вот, вот эта модель, получается, Бугатти. Это, получается, модель у нас Дели Густини сделана. Вот, модель хорошая, красивая, все, редкая. Но стоимость у нее невысока, где-то в районе 4-5 тысяч тенге, получается. Но деталировка, так скажем, на среднем уровне. То есть, колпаки, там, ручки, какие-то элементы, приборная панель. Все это сделано, но не получается очень точно. Они просто обозначены, что они там есть. То есть, на проработки, конечно, не хватает. На дорогих моделях. Фотография? Это к этой, да, модели? Да, это вот так, что с этой модели, это как фон у нее стоит. Вот. А какого времени эти машины были? Это 29-й год. Это год отражен. Да. Год выпуска этого автомобиля. Что можем показать? Это уже новодельные автомобили. А новодельные от старых сколько по цене отличаются? Ну, вот смотрите. Вот у нас, получается, вот этот автомобиль будет стоить Волга. В районе, получается, 3 тысяч рублей. Вот этот автомобиль будет... Курс 5,5. Да, курс 5,5. Вот этот автомобиль новодельный будет стоить где-то в районе тысячи рублей. Это максимальная стоимость. Может быть, даже дешевле. То есть, в 3-4 раза дешевле. Почему? Потому что вот эти автомобили раннего выпуска не подвержены цинковой чуме. То есть, коррекционер, покупая такой автомобиль и переплачивая такие деньги, он знает, что модель сохранится. То есть, на долгие годы. А новодельные модели, это переходной, получается, период с 90-х годов, 80-е, ко мне с 80-х, 90-е годы был нарушен процесс. То есть, некоторые модели покрываются чумой, модель разрушается прямо на полке. А вот это, что за техника? Ну, это техника, получается, в этой коллекции там есть всего лишь 6 автомобилей, 2 пушки, 2 гусеничных и 2 бронетранспортера. Это Советский Союз? Это уже тоже новодельный. На Советском Союзе, вот здесь, получается, где сейчас закрыто окно, там стояла стоимость, ну, название автомобилем, там, ВТР-80, по-моему, и стоимость. Но масштаб, кстати, вот у этих моделей, 1 к 43, как и всем автомобилям. То есть, в наших рубриках мы показывали разные масштабы, 1 к 24, 1 к 43, здесь вот разные производители, да? Да, разные производители. Какие перспективы коллекционирования машин с вашей стороны вы считаете? У каждого свой подход к коллекции, получается, кто-то собирает именно одну тематику, кто-то собирает то, что ему нравится, с чем он сталкивался в жизни, на что он ездил, был какой-то контакт с техникой там в детстве, кто-то учился, служил. Россия уже, да, смотрю, производитель? Да, да. Ну, вот у Советского Союза, или Российского, или импортного производства, на что уделяет больше внимания коллекционер? Или по душе, что все-таки от машины, типа машины? Ну, все от типа автомобиля, конечно, зависит, но и от стоимости, потому что можно собрать, ну, допустим, грубо говоря, вот у нас будет стоять вот эта вот вся коллекция, вот эти автомобили на полочке, это будет стоимость одного вот этого автомобиля. То есть, СССР в цене? Да, СССР в цене, ну, вот такого плана, глубокая детализация автомобилей, ну, тогда-то, да, вот таких автомобилей надо, ну, парочку или тройку автомобилей. Теперь, наоборот, еще дороже, еще дороже, то есть и так далее, и так далее. Там вот вдалеке газ, да? Да, это наш автопром и Урал, получается. Еще есть тенки. А стоимость Урала? Стоимость Урала, получается, где-то в районе 5-6 тысяч тенге. Это уже старый Эликон. Вот. Нового Эликона, получается, сейчас они возобновили выпуск, также, получается, производят автомобили, но, к сожалению, качество не подняли. Мы будем оптимистами, коллекционирование, может быть, будет более перспективным, когда деньги у людей появятся, все начнут собирать. Так что мы вас всех приглашаем в Куб Коллекционеров. Кто увлечен этой тематикой, мы собираемся каждое воскресенье на каскаде фонтанов в Экомузее. Если есть интерес, желание пообщаться, что-то приобрести, поменять, дополнить свою коллекцию, приходите с 9 до 12 куб коллекционеров. Пишите комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует...